Блокстрим Разберемся же, кто на самом деле папа в биткоин-коде. Как же звучит эта теория? Давайте начнем с самого начала. В 2014 году Адам Бек, Грегори Максвелл, Питер Уилл и другие разработчики биткоина основали технологическую компанию Блокстрим. Вот они-то и обвиняются сообществом в том, что перешли на темную сторону. Темную сторону банков. И теперь сознательно сдерживают биткоин. Чтобы либо уничтожить его, либо же централизировать его с помощью таких решений, как Lightning Network. И если это правда, в таком случае банки смогут стать крупнейшими игроками в криптовалютном мире. Например, попросту став доминирующими каналами и нодами в Lightning Network. И эта теория имеет уже некоторые подтверждения. Одним из главных инвесторов Блокстрим является организация Акса Венча Патнес. Это можно найти у них на сайте. Они инвестировали 55 миллионов долларов в технологическую блокчейн-компанию Блокстрим. Кто вообще такие эти Акса Венча Патнес и кому они принадлежат? Можно сказать, Акса Венча Патнес это инструмент, с помощью которого большие страховые, банковские и финансовые фигуры инвестируют в различные проекты. Кроме этого венчурного фонда, в их копилке есть Акса Лэб, Акса Патнес и другие страховые, финансовые и банковские сервисы. Когда происходили инвестиции в Блокстрим, в кресле управляющего сидел Анри де Кастри. Однако одновременно с этим он также был главой и Бильдербергского клуба. Чтобы в этом убедиться, достаточно зайти на веб-сайт клуба и увидеть эту надпись «Президент Анри де Кастри». Надеюсь, я правильно читаю это французское имя. В Википедии расписано, что из себя представляет этот клуб. Но смысла пережевывать эту информацию нет, так как и так становится понятным, что ребята там подобрались явно не из низшего ранга. А значит клуб имеет вес даже в глобальном плане, будучи частью этой паутины, которая связывает области политики, бизнеса и банковского дела. Учитывая это все, становится понятным, что Блокстрим имеет корни во всех этих сферах через этот клуб. Но кроме этого, теперь уже становится известно, что Блокстрим также связан и с Федеральным резервным банком США. Если говорить точнее, Федеральным резервным банком Нью-Йорка. И здесь снова на свет выходит тот самый Барри Силберт, за кулисами падающего рынка. Вот цитата из одного его подкаста. «Вы знаете множество комментаторов, которые говорят, что биткоин умер, что пузыри лопнули, но за кулисами этот корабль несется на полных парусах». Вспомнили его? Он владеет собственной компанией Digital Currency Group. И этому также можно найти подтверждение у них на сайте. Но как же он и Digital Currency Group связаны с Блокстрим? Ведь именно через Digital Currency Group Блокстрим также имеет выход и на Федеральный резервный банк Нью-Йорка. А это уже настораживает. В феврале 2016 года Барри написал у себя в Твиттере следующее. «Нахожусь в восторге от инвестиций в Блокстрим. А вместе со мной и группа фантастически дальновидных и тяжеловесных инвесторов». Нужно заметить, что именно в феврале 2016 практически одновременно с Digital Currency Group в Блокстрим инвестировала и уже упоминаемая мною Акса Венчес Паттнес. Но это еще не все, ребята. Это еще далеко не все. Возвращаемся на сайт Digital Currency Group. Немного пролистаем вниз. И рядом с Барри Силбертом видим этого человека под именем Гленн Хатчинс. Хатчинс входит в правление Федерального резервного банка Нью-Йорка, где был директором класса B до 31 декабря 2018 года. А пазл-то складывается, да? Мировой лидер в биткоин и блокчейн-технологиях и американские федеральные банки. Однако на этом останавливаться не стоит и нужно продолжить копать еще глубже. Поэтому я, пожалуй, сделаю еще одно видео о более глубоком анализе компании Блокстриме, о том, как именно она связана с мировыми банковскими элитами. А сейчас я бы хотел более подробно обсудить то, какое влияние оказывает Блокстрим на код биткоина. Чтобы понять это, нам нужно зайти на GitHub, открыть вкладку «Участники» и выбрать период с начала 2013 до актуальной даты. Сегодня 23 июля 2019 года. Поздравляю, кстати, большую часть лета мы уже прошляпили. Смотрим, кто находится на первом месте. Полное имя Владимир Джей Вандерлан. Этот человек является самым главным лидирующим разработчиком Bitcoin Core. И вот как он выглядит. Как мы можем понять, на первый взгляд он никак ни с кем не связан. Однако мы знаем, что Владимир Вандерлан был преемником Геффина Андрессена, который до Владимира занимал пост ведущего разработчика Bitcoin Core. Учитывая, что Андрессен получил бразды правления от самого Сатоши Накамото и то, что он передал их Владимиру, скорее всего, видеть последнего в роли главного разработчика не является плохим знаком. Однако вторым по значимости разработчиком после Вандерлана является некий Сипа. Биткоин-разработчик и сооснователь блокстрима, которого зовут Питер Уилл. И о котором я упоминал в самом начале видео, если вы помните. Нужно помнить все, что я сказал, чтобы не выпустить картину происходящего из вида. Это очень важно. Сегодня он также является основным техническим инженером в блокстриме. Далее следует разработчик Марко Фалке. Он также является частью команды Chaincode Labs. Компания, которая занимается поддержкой и развитием биткоина и других децентрализованных P2P систем. После него располагается TheUni. Этот человек работал с Гевином Андрессеном, так же, как и сейчас работает с Владимиром Вандерланом. Сегодня во связях с какими-либо компаниями замечен не был. TheUni — это честный пионер технологий, который начинал с разработок плееров с открытым кодом. Следующим разработчиком биткоина является Джонас Шнелли, который одновременно работает и над своим проектом Bitbox аппаратным кошельком. Этот человек очень скептически относится к утверждению, что блокстрим централизует биткоин в своих руках. Его аргументом против такой теории является представленная статистика разработчиков биткоин-кодов, которой видно, кому и сколько принадлежит. В следующей списке — TheBlueMatt. Мэтт однажды являлся разработчиком в команде Blockstream. Он был фактически одним из основателей блокстрима. Однако он ушел от них в Chaincode Labs. Опять этот Chaincode Labs. И все бы ничего, но после ухода он признался, что чувствует разочарование в себе из-за того, что помог в свое время основать блокстрим. Далее, Джей Ньюбери. Его зовут Джон Ньюбери, и он является частью команды Chaincode. Что-то этот Chaincode Labs везде уже. Переходим к следующей жертве — разработчик под псевдонимом Practical Swift. И это самый таинственный человек из всех. Ни фотографии, ни биографии. Только известно, что он биткоин-разработчик. Под номером 9 или 10 я немного сбился, в списке выступает Люк Дешир. Этот человек также является сооснователем Blockstream. Сегодня почему-то на сайте блокстрима он не отображается как часть команды, да и команду саму очень трудно найти. Однако, если покопаться в архивах и найти отпечатки сайта в прошлом, то мы видим его в команде блокстрима. Так что он как минимум работал у них. Я думаю, продолжает работать, так как я ничего не нашел о том, что он покинул эту компанию. И последний разработчик, которого я сегодня поставлю под микроскоп — это Сдафтуар. Или Сахусдафтор. Этот человек не связан с блокстримом, но является сооснователем Chaincode Labs. Который что-то уж слишком часто всплывает, пока мы изучаем разработчиков биткоина одним за одним. Итак, из 10 разработчиков только двое точно работают на блокстрим. Я поизучал остальных разработчиков и не единожды встречал как представителей Chaincode Labs, так и блокстрим. В результате этого исследования получены следующие результаты. Итак, Chaincode Labs — 516 разработчиков или чуть более 26%. MIT DCI — 361 разработчик или чуть более 18%. Самостоятельные — 262 разработчика или чуть более 13%. Блокстрим — 168 разработчиков или почти 8,5%. Все остальные — это 675 разработчиков или чуть более 34%. Как мы видим, Chaincode Labs больше всех участвует в разработке биткоин-кода. Блокстрим же занимает всего 8,5%. Однако похожие расследования уже проводилось в 2017 году. Тогда результаты были совершенно другими. Блокстрим занимал 20% разработки кода биткоина. Поэтому я не понимаю тех, кто так сильно обеспокоен сегодня неким влиянием блокстрима. Судя по тому, что за 2 года они потеряли почти 12%, они теряют хватку. И люди бегут оттуда, как с тонущего корабля. Результат сегодняшнего исследования подсказывает мне, что мы должны остерегаться Chaincode Labs. И того, что эта компания, очевидно, стремится контролировать биткоин. А также стоит относиться с подозрением к уважаемому Барри Силберту. Его Digital Currency Group связана, как минимум, с американскими банками. В частности, с Федеральным резервным банком Нью-Йорка. Но это, как говорится, уже совсем другие истории для совсем других видео. Хватит на сегодня. Еще чуть-чуть у меня окончательно поедет крыша. На этом у меня все, ребята. Меня зовут Богатейший Дип. Подписывайтесь на канал, телеграмм, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатейте. Прежде чем попрощаться, не забудьте поставить лайк, если видео вам было интересно и вы нашли в нем что-то полезное. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok